МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С этого дня официально начинается благотворительная миссия – предотвратить, спасти и помочь. Спасатель остается верным клятвию всегда и с достоинством несет почетное звание огнеборца. Для Виктора Миротворского произнесение слов присяги – это исполнение давней мечты. С детства такая мечта. Как-то мальчишками бегали и увидели, как мужчины трудятся, спасают. И так вот у нас и задалось. Увидели, захотели и пошло стремление от этого. Присяга новобранцев проходила в рамках празднования Дня пожарной охраны России. Поздравить саровских огнеборцев с профессиональным праздником пришли представители Городской думы, администрации, духовенства и ветеранских организаций. И вручили доблестным пожарным благодарственные письма и памятные подарки. Саров – город, выполняющий геополитические задачи. Мы все работаем на укрепление обороноспособности нашей страны. И ваш труд – значительная часть этой работы. На торжественном митинге про Таиреи Владимир Кузнецов совершил молебен и окропил новобранцев святой водой. Он передал руководству икону Богородицы, неопалимая Купина, покровительницы всех огнеборцев и сотрудников МЧС России. А также пожелал Божьей помощи всем пожарным и спасателям Сарова в их благородном деле помощи людям. Каждый из вас стоит на рубеже безопасности каждого человека нашего города, каждой семьи и всех тех объектов, которые находятся под постоянной вашей заботой и обеспечением безопасности. Традицию торжественного приема в свои ряды новых сотрудников в противопожарной службе Сарова возобновили впервые за много лет. Клятву верности Родине и народу произнесли 19 новобранцев. Елена Грецкова, Артемий Клазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Для семьи Шаровых Великая Отечественная война не просто исторический период. Для Татьяны и ее родных это личная трагедия. Один из членов их семьи в ту войну пропал без вести. Чтобы отдать дань памяти всем тем, кто погиб в борьбе с фашизмом, они ежегодно участвуют в городской акции «Сад Победы». Это культурная наша дань нашим предкам, которые защитили нашу Родину. И мы стараемся делать лучше наш город, озеленять его. К воспитанию в своих детях чувство патриотизма и любви к Родине старшее поколение семьи Шаровых подходит очень ответственно. Рассказывает о том, какой ценой досталась нашему народу победа в той войне. Активно участвует во всех акциях, посвященных ветеранам и солдатам. В школе активно мероприятия проходят, посвященные армейских чемоданчиков. Участвуем, приносим туда фотографии прадеда, моего деда, который у нас пропал в Великую Отечественную войну. Писали работу на эту тему, сочинение. Рассказываем, семье нашей помним, участвуем в акции «Бессмертный полк». Акция «Сад Победы» проходит в нашем городе не первый год. И с каждым разом количество участников возрастает. По словам Инны Родины, специалисты отдела экологии ДГХ, особенно активно акции поддерживают школьники. Хочется их отметить особенно. Это 13-я школа, 9-й А-класс. Наши уже постоянные помощники. Сегодня у нас к нам присоединился политехникум и клуб «Молодая семья» Владежного центра. Всего в театральном сквере участниками было высажено около 20 кустарников. Пройдет всего три года, и это место преобразится. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Барбарис – популярное и неприхотливое растение. Оно хорошо переносит и зимние холода, и летнюю жару. Несколько десятков кустарников «Барбариса» будут отделять территорию отдыха на пруду Боровом от оживленной автомобильной дороги. В акции по высадке живой изгороди приняли участие саровские школьники и студенты. Захотел помочь общественности. Приобщаюсь сам к этому. Наши ребята молодцы, что пришли. Люди смогут отдохнуть около озера, не смотреть на грязную дорогу. Со студентом второго курса Саровского политех Артемом Вшивковым согласится и Данила Латкин. На акцию по посадке деревьев ребята из 14-й школы пришли практически всем классом. Юноши и девушки дружно выкапывают лунки, размещают в них саженцы и обильно поливают будущие кустарники водой. Как настоящий мужчина, я должен был посадить дерево, и это дерево будет радовать жителей нашего города. Я считаю, что субботники – это полезное дело, и каждый саровчанин должен нести вклад в благоустройство этого города. Для Арины Катиной понятие заботы об окружающей среде – не пустой звук. Старшеклассница считает, что посаженные совместными усилиями кустарники «Барбариса» будут радовать глаз прохожих и избавят отдыхающих на набережной от вредных выхлопных газов. Это для экологии полезно. Эти кусты, они помогают отгородить дорогу от зоны отдыха, и мы сможем сюда приходить гулять. Акции по посадке деревьев проходят в городе ежегодно в рамках городских субботников. Это один из этапов подготовки зоны отдыха на пруду Боровом к летнему сезону. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Проблемы здравоохранения, благоустройство, городской транспорт, преобразование в школьной программе – это далеко не полный перечень того, что волнует современную молодежь. Своё видение развития города они изложили в кратких эссе. Перед жюри стояла непростая работа – выбрать лучшее. Каждый член жюри прочитал внимательно вашу работу, а потом мы решили свои предпочтения высказать в узком кругу. И каждый высказал свои предпочтения. Ставили там первое место, второе место, третье место. Другие делали точно так же. И когда совпадали несколько фамилий, мы им ставили баллы. Те, кто набрал больше всех баллов, заняли призовые места. Диплом второй степени присудили Виктории Сафроновой. В своём эссе девушка затронула сразу несколько проблем. Я бы хотела обеспечить каждого человека, имеющего проблемы со зрением, специальным навигационным оборудованием, которое он будет управлять при помощи своего голоса. Также в городе и на остановках в транспортных средствах я хотела бы делать озвучку не только названия остановок, но и номера маршрута. Положение конкурса предусматривало, что дипломы и призы получат только лауреаты. Однако, прочитав работы, жюри решила наградить всех участников. Призы для них предоставила компания «Саровинвест». Екатерина Пёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Конкурс традиционно проводился в двух номинациях – «Сестринское» и «Лечебное дело». Выпускникам предстояло пройти четыре этапа – представить визитную карточку, ответить на теоретические вопросы, выполнить фармакологическое задание и оказать неотложную помощь. Этот конкурс показывает ту компетентность основную, которая нам нужна, чтобы студент, выходя из стен медучилища, научился быть самостоятельным, научился работать в команде, научился быстро принимать решения и правильно оказывать помощь. Практическая часть оказалась для будущих медиков самой волнительной. Студентам нужно было наложить повязку при переломе и провести послеродовые манипуляции. Быстро сориентироваться в экстренной ситуации и грамотно оказать помощь – непростая задача, особенно когда за процессом наблюдает компетентная жюри. Я очень сильно перенервничала, когда я накладывала косыночную повязку, у меня руки тряслись, но это переживания очень сильные. Ты думаешь, ты вроде все четыре года показывал, как ты все хорошо знаешь, ты учился на пятерке, а тут бывает из-за переживаний ты можешь завалить, вот по сути простое совсем. Участие в профессиональном конкурсе – это хорошая школа личностного развития будущего специалиста. От фельдшеров и медсестер требуется не только высокий профессионализм, но и умение проявлять чуткость и внимательность к пациентам и коллегам. Ситуация будет приближенной с тем, какой будет у меня работа. Так что я хотела себя пробовать, посмотреть, смогу ли я вообще и потренироваться. В номинации «Сестринское дело» победила Марина Каверина, а в лечебном деле лучше оказалась Василиса Сурова. Призеры получили грамоты и книги по медицине. Через два месяца студентам предстоит защита диплома, а после они будут подтверждать свои знания и навыки уже на рабочих местах, поликлиниках и стационарах. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Суров-24. Перед началом благотворительного концерта работало несколько площадок. Мастер-класс по изготовлению бумажного цветка, каждый лепесток которого означает качество, присущее волонтерам. На выставке продажи «Жизнь дана на добрые дела» все желающие могли приобрести изделия ручной работы. Музыканты из группы «The Line Break» представили гостям вечера акустическую программу. В репертуаре коллектива – жизнеутверждающие песни о добре и выборе своего пути. Сегодня сюда пришли люди, которые друг друга, возможно, и не знают, но за счет музыки, за счет слов, за счет мелодии, они все становятся одним целым. Программа благотворительного концерта состояла из выступлений танцевальных коллективов и вокалистов молодежного центра. Также организаторы весенней недели добра наградили самых активных добровольцев грамотами и благодарственными письмами. Много все-таки горожан не остались равнодушными, откликнулись, потому что кто-то сажал деревья, кто-то убирал мусор, кто-то собирал макулатуру, сдавал батарейки, собирал корм для приемника животных, кто-то дарил улыбки малышам. Владимир Новиков занимается общественной работой в волонтерском клубе «Феникс» при Саровском политехникуме. Для него помощь людям и родному городу стала неотъемлемой частью студенческой жизни. Мы помогали многим людям, занимаясь уборкой территории. Помощь мы проводили, как и сейчас, например, мы будем подключать, ходить цифровое телевидение. Мне очень приятно видеть добро в глазах людей, которые выражают они нам. В рамках проекта «Город единства непохожих» планируют провести благотворительный спектакль, различные мастер-классы для людей с ограниченными возможностями и продолжить развитие инклюзивных танцев. Множество неравнодушных саровчан, которые уже успели поучаствовать в акции, доказывают, что совершать добрые дела не только полезно, но и приятно. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Три года назад родители привели Дениса Савельева в детскую школу искусств номер 2, где он стал участником коллектива «Горница». С тех пор мальчик неоднократно занимал вторые и третьи места на различных фестивалях. Первую безоговорочную победу Денис одержал на конкурсе «Одаренные дети России». Для выступления мальчик выбрал песню «Конь» группы Любе. В этой песне рассказывается про нашу Родину, про красоту в ней. Пой, подарявый лед, пой о том, как я в Россию влюблен. Еще одна участница «Горница» Екатерина Строкова на конкурсе «Одаренные дети России» стала лауреатом второй степени. Девочка занимается вокалом шестой год, выступает как в ансамбле, так и сольно. Нравится и соло, и ансамбль. В ансамбле вы все дружны, вместе, а соло ты показываешь себя именно. И, может, в дальнейшем ты станешь очень хорошим человеком в этой профессии. К выступлению на конкурсе и Денис, и Катя начали готовиться задолго до поездки. Выбрать песни и проработать все нюансы их исполнения ребятам помогала руководитель Ирина Оськина. Работа продолжилась и после выступления. Мы намечаем свои уже новые какие-то задачи, чтобы дальше идти и развиваться. Самое главное – конкурсы, это тире, как я говорю, это развитие. Сейчас ребята занимаются подготовкой к выступлению на концерте ко Дню Победы и репетируют песни для участия во Всероссийском фестивале «Зеленые святки». Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Песню о России Настя Шурупова разучила недавно. Вместе с ребятами напела ее в детском саду. Уже год девочка занимается вокальной студией и делает первые шаги на большой сцене. Для участия в конкурсе Настя выбрала свою любимую песню о родине. В этой песне сравнивается, а маме такой же доброй и милой. Поддержать Настю на конкурсе семья пришла в полном составе. Папа с братом подбадривали аплодисментами в зрительном зале, мама переживала за дочь за кулисами. Своим выступлением Настя открывала концерт, и это было волнительно для ее родных. Кроме песни, Настя читала стихи о Великой Отечественной войне. Дети должны знать о войне, о наших героях войны, и должны знать о детях войны, как они переживали это все. Фестиваль детской патриотической песни проходит в войсках Росгвардии уже в четвертый раз. Дети военнослужащих Саровского соединения традиционно принимают в нем участие. В состав дивизии также входят воинские части из Ульяновской, Пензенской и Саратовской областей. И дети военнослужащих этих отдаленных подразделений участвовали в конкурсе дистанционном. Также отборочный этап прошли в тех городах, и общее количество участников на данный момент составило, которые вышли в наш дивизионный этап 15 детей. Главными гостями концерта стали солдаты срочной службы. Ровно год они стояли на страже секретного объекта и охраняли ядерный центр от проникновения нарушителей. Срок военной службы подошел к концу, и праздничный концерт стал для них приятным сюрпризом перед дорогой домой. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Сару-24. Их манит скорость и попутный ветер. Они не мыслят своей жизни без трассы мотоциклов. На этот раз саровские байкеры собрались для того, чтобы снова привлечь внимание автомобилистов и в очередной раз рассказать о важности взаимоуважения для всех участников дорожного движения. По всей стране в преддверии открытия мотосезона проходит акция «Внимание мотоциклист». Для того, чтобы привлечь внимание автомобилистов, всех участников дорожного движения, к мотоциклистам и прочим двухколесным собратьям, которые передвигаются по дорогам. Пообщаемся с автомобилистами, покажем, что мы не хулиганы. Байкеры проехали колонны по улицам города, останавливаясь на самых оживленных и заполненных автомобилями стоянках. Время проведения акции тоже выбрали не случайно. Яркие листовки с лозунгом «Мы за движение без раздражения» раздавали водителям в вечерний час пик. По словам байкеров, поведение некоторых мотоциклистов на дорогах вызывает вопросы даже у опытных водителей двухколесного транспорта. Отношения разные. Кто-то адекватно относится, кто-то грубит иногда. Но мотоциклисты сами заслуживают многие этого. Поэтому отношения разные. В свободное от работы время они надевают кожаные куртки и садятся на свой байк. А в обыденной жизни многие мотоциклисты передвигаются по дорогам города за рулем автомобиля. Поэтому насущные проблемы отношений на дорогах они знают с обеих сторон. Мы сами ездим на автомобилях. Очень много. Каждый день. Мотоцикл – это хобби наш. Поэтому и с той стороны видим проблему мотоциклистов, и с этой стороны. Откроют новый сезон «Саровские байкеры» 11 мая. Сбор в 11 часов. Старт колонны намечен на 12 дня. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». В первом конкурсе нового проекта «День чьи» организаторы предлагают прочитать вслух книгу на Рене Абгарян «Семен Андреевич. Летопись в каракулях». Жюри литературной премии «Бэби нос» определил ее как главную детскую книгу последнего десятилетия, так как, по их мнению, автору удалось придумать новый способ разговора с детьми. Эта книжка еще чем замечательна, почему мы ее выбрали. Здесь замечательные иллюстрации Виктории Кирдей. Ее акварели, конечно, совершенно замечательные, и просто держать эту книгу в руках уже приятно. Организаторы считают, что книга на Рене Абгарян не только для детей и про детей. Она будет интересна и взрослым, поэтому возраст конкурсантов от 16 и старше. На конкурсе будет оцениваться выразительность прочтения, оригинальность и артистичность исполнения. Поскольку книжку мы выбрали такую и для детей, и для взрослых, решили сделать, что и жюри у нас будет два состава. Первый состав – это взрослые, а второй состав – это дети. В отличие от чемпионата «Открой рот», где участники читают текст без подготовки, к этому конкурсу можно и нужно подготовиться. Организаторы проекта разделят повесть Семена Андреевича «Летопись в каракулях» на отрывки, и на конкурсе путем жеребьевки будет определяться очередность выступления. Но какой именно отрывок им достанется, знать никто не будет. То есть это прямо перед конкурсом подходишь, вытягиваешь листочек и читаешь. Посмотрим. Я приглашаю всех приходить с болельщиками, можно прийти с семьей. Заявки на участие в проекте принимаются до 10 мая в библиотеке на улице Московской, дом 11. Все вопросы можно задать по телефону 9-44-17. Елена Грискова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Сотрудников Росгвардии учат не только защищать родину с оружием в руках, но и оказывать помощь в экстренных ситуациях. Младший сержант Дмитрий Богатырев по пути на службу остановился и помог пострадавшим в аварии. Возможно, его профессиональные действия спасли людям в жизни. Сам военнослужащий говорит, что на его месте так поступил бы каждый. Я считаю, что служба – это не только выполнение обязанностей, какого-то долга служеб, не только это рабочее время, но и нужно себя правильно повести в ситуациях, в быту, в жизни. На торжественном митинге, посвященном Дню воинских частей по охране важных государственных объектов, Дмитрий Богатырев и других военнослужащих наградили за добросовестное исполнение обязанностей. Им вручили памятные подарки с символикой Саровского соединения и очередные воинские звания. С поздравлениями к личному составу воинских частей обратились руководители города и отметили важность и значимость работы сотрудников Росгвардии по охране ядерного центра. Вы выполняете серьезную задачу, которая видна нам здесь в городе, всем, и все с большим пониманием относятся к ее важности. Я желаю всему личному составу крепкого здоровья, благополучия вам, вашим близким. Председатель ветеранской организации войсковой части 32-74 отметил, что в Саровской дивизии чтят воинские традиции и опираются на опыт своих предшественников. А это значит, что рубежи города и ядерного центра находятся под надежной охраной. И мы надеемся, что вы, будучи преемниками наших ветеранов, успешно выполните те поставленные задачи, которые поставлены вам присягой, приказами старших начальников. И внесете свой большой вклад в укрепление нашего соединения и внесение славных боевых традиций. С праздником вас! Специальные части ведут свою историю с послевоенных лет, когда Советский Союз начал восстанавливать обороноспособности и создавать ядерное оружие. И вот уже 73 года воинские части по охране важных государственных объектов стоят на страже в секретных предприятиях. Елена Грецко, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Факел, огнеборцы, Прометей, Агент-01, Искра, Феникс. Команды с такими говорящими названиями собрались в спортивном зале первой пожарной части. Каждая сборная представляет то или иное подразделение ядерного центра. Ребятам предстоит побороться за победу в квесте, который организаторы посвятили 370-летию со дня основания пожарной охраны. Мероприятие проводится в игровом виде, но это, наверное, самое лучшее изучение первоначальных действий по тушению пожара, либо по профилактике пожаров. Командам раздали маршрутные листы и пожарные щиты, которые будут заполняться наклейками по мере прохождения этапов квеста. Ребята в белых майках из команды Прометей представляют Институт лазерно-физических исследований ядерного центра. Многие из участников сборной познакомились с профессией спасателей впервые. Но даже самые юные из них знают, как правильно обращаться с огнем и избежать несчастного случая. Не доставать спички, следить за утюгом, выключать газовую флиту, не забывать выключать из розетки приборы. Составить пословицу, превратить пожароопасные слова в безопасный, сбить мяч струей воды из пожарного рукава, пройти полосу препятствий и научиться надевать противогаз. Участники квеста не просто посмотрели, чем живут и дышат саровские пожарные, но и совершили полное погружение в эту непростую, но важную профессию. Я узнала новые пожарные инструменты, как одевать вообще противогаз, какая работа пожарных сложная, какая нужна физподготовка. По итогам квеста команду отметили в различных номинациях. Сборная Прометей получила диплом за лучшее время при прохождении этапа эвакуации. После квеста всех участников ждали призы и вкусные угощения. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Любое, даже самое минимальное возгорание в лесном массиве может привести к печальным последствиям. Сухая трава и ветки воспламеняются в считанные минуты. Именно поэтому после того, как с территории лесопарковых зон полностью сходят талые воды, устанавливается особый противопожарный режим. Жителям рекомендую все-таки воздержаться от разведения костров, проведения каких-либо пожароопасных работ, запускания всевозможных каких-то летательных аппаратов, связанных с огнем. Лесные пожары бывают двух типов. Низовые, когда загорается сухая трава и подлесок, небольшие кустарники и маленькие деревья. Справиться с таким пожаром значительно проще, чем с верховым. Последний опасен своим распространением на соседние кроны сухих или хвойных деревьев. Их раздувает очень сильный ветер. Они бывают в ветреную погоду и, соответственно, в четвертый, опять же, и пятый класс пожарной опасности, который устанавливают в лесах. Полный запрет на посещение лесов наступит, если спасатели установят четвертый или пятый класс пожароопасности. Несмотря на то, что до знойных засушливых летних дней еще далеко рекомендуется не бросать в лесу или на обочине дорог окурки. И помнить о правилах пожарной безопасности, находясь на дачных участках. А именно убирать от сухой травы, валежника. И все это делать в весенне-летний период до наступления сухой жаркой погоды. В период действия особого противопожарного режима штрафы за нарушение правил посещения лесов увеличиваются вдвое. Административная ответственность варьируется от двух до четырех тысяч рублей. Дарят Соборыгин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Андрей Зорькин решил вступить в ряды юнормии еще два года назад. Юноша буквально считал дни до вручения ему атрибутов движения. И даже на присягу пришел заранее. Полчаса до начала церемонии он провел с друзьями и одноклассниками. Тоже будущими юнормейцами. Для себя Андрей уже отметил, что для него будет легко, а что сложно в патриотической организации. Самое сложное, ну, парашютизм, наверное, в походы. Там нужно, там это тест на стойкость человека, на мужество, потому что это не так-то легко. Вступить в ряды юнормии решили более 60 школьников. Мальчишки и девчонки разного возраста повторяли за Андреем Зорькиным слова первой в их жизни торжественной клятвы. Торжественно клянемся. Всегда быть верным своему отечеству и юнормейскому вранству. Клянемся. Клянемся. В особенный для ребят день поддержать их стремление быть верными Родине пришли представители администрации и ветеранских организаций. Они обратились к юнормейцам с напутственными словами и поздравили с вступлением в ряды патриотического движения. В вашей клятве сказано, что вы должны быть первыми во всем. Старайтесь быть первыми в знании, в получении знаний, в помощи друг друга и в подготовке к воинской службе, к защите Отечества, где бы вы ни были. Новобранцам вручили эмблемы и шевроны с символикой юнормии. Книжки участников патриотического движения ребята получат через несколько дней. В Сарове начало свою работу местное отделение юнормии, руководители которого пообещали решить вопросы с обмундированием. Проблема финансового обеспечения, потому что комплект формы юнормии стоит недешево. Поэтому мы будем искать возможные варианты участвовать в конкурсе некоммерческих организаций. Пока взрослые решают проблемы с формой, дети в своих школах и военно-патриотических клубах будут создавать юнормейские отряды. Устраивать слеты, выбирать направления своей работы и, возможно, в скором времени ряды Саровской юнормии пополнятся новыми участниками. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Турнир по хоккею среди юношей 2009 года рождения в Сарове проводится во второй раз. В прошлом году его приурочили к столетию комсомола. А в этом соревновании посвятили 70-летию создания и испытания отечественной атомной бомбы РДС-1. 29 августа 1949 года в 7 часов утра на Семипалатинском полигоне состоялось первое испытание советского атомного оружия. В этот день мораторий американский был прерван. Так что вот с этого года, с 1949 года, мы стали обладателем тоже ядерного оружия. Всего в турнире по хоккею среди юношей 2009 года рождения приняло участие шесть команд из Нижнего Новгорода, Кстова, Первомайска, Заречного и Сарова. Чемпионат проходил по круговой системе. Понравилась организация, понравились люди, которые старались для этого праздника детям. Приятная ледовая арена, большие, много народу на трибунах, поддержка, организация, музыка. Все как надо. Детям приятно, дети рады. По итогам турнира победителем стал хоккейный клуб «Торпеда» из Нижнего Новгорода, вторыми ХК «Саров-1». А бронзу забрал хоккейный клуб «Кстова». Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». Frame Strike Spare – это спортивные термины, все чаще можно услышать от саровчан. Игра в боулинг набирает популярность среди жителей нашего города. В феврале этого года в Сарове создали федерацию боулинга, чтобы объединить людей, увлеченных этой игрой. Мы решили образовать федерацию единомышленники. Мы здесь с ребятами играли, играли. Думаю, надо это как-то подконтроль. Да и тем более мы постоянно организовываем турниры, как-то это, думаю, повышать свой уровень. Поэтому решили обрести форму. Создали федерацию. В рамках федерации спортсмены проводят различные тематические турниры. Первые соревнования под названием «Шаролет» провели в начале апреля и посвятили Дню космонавтики. Руководители федерации отметили активность игроков и решили повышать свое мастерство на выездных мастер-классах. Мы ездим в город Нижний Новгород. Там есть тренера, специалиста, который помогает нам с образованием. В том плане рассказывать, что это такое, как это все делать правильно. Помогать нам с амуницией, потому что у некоторых уже игроков появились личные шары, личные тапочки, обувь специальная. Для сотрудников конструкторского бюро номер 12 федерация организовала специальный турнир «Дюжина». Обязательным условием было собрать на состязание 12 команд. И они собрались. «Каток», «Пионеры», «Ядрёный вождь», «Супер Марио». Среди десятка замысловатых названий своей красотой и очарованием выделялась женская команда «Незабудки». Зоя Ефремова стала участницей турнира «Случайно». Организаторы турнира решили, что должна быть женская команда. Меня пригласила подруга, и я согласилась. Для Зои это первое участие в турнире. До этого она играла в боулинг только в компании друзей. Так что навыки точного сбивания кеглей шарами у неё есть. Женщину не смущала большая конкуренция. Своим оптимизмом она заразила своих коллег по команде и выделила главный секрет успешного выступления. Хорошее настроение. Уверенность в себе. Ну и желание победить. Хорошее настроение не оставляло участниц турнира даже во время досадных промахов, когда шар предательский соскальзывал в жёлоб. Каждый страйк дамы встречали бурным ликованием. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. С первых минут матча хоккейный клуб «Саровинвест» смог распечатать ворота «Ракета» сразу двумя шайбами. Молодежная команда сдаваться не собиралась и в конце игрового отрезка сумела сравнять счёт. Второй период оказался богатым на голевые моменты. Хоккейный клуб «Ракета» смогли отправить в ворота соперника ещё одну шайбу. Но ровно через минуту получили ответный гол. И только в конце периода молодёжная команда забили в ворота «Саровинвеста» победную четвёртую шайбу. Итог игры 4-3. Они помоложе, побыстрее. У них тренировки каждый день. У нас тренировки в 11 ночи. Игроки хоккейного клуба «Ракета» признаются, что страх проиграть товарищеский матч опытным хоккеистам у них был. «Саровинвест» – команда опытная и играет уже не первый сезон. Но опасения молодых спортсменов не оправдались. На льду ребята показали себя на все 100%. Товарищеские матчи между командами «Саровинвест» и «Ракета» проходят регулярно. Игры проводятся для того, чтобы понять функциональную готовность всех игроков, определить слабые места в игре команд и выработать оптимальную тактику. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Субтитры создавал DimaTorzok